Джиу-джитсу уже не то, что было раньше. Вне всяких сомнений, джиу-джитсу существенно поменялось за последние годы. От ценности родословной и цвета вашего пояса, до эффективности БЖЖ в ММА, а также в других аспектах. Сейчас мы живем в 2024 году, и самое время обсудить эти противоречивые и пуканоподрывательные темы. Давайте углубимся. Уровень черного пояса сейчас одновременно и выше, и ниже, чем раньше. Когда-то черный пояс по БЖЖ был черным поясом. Монстром на матах, который уничтожит любого благодаря своей технической точности. Но в настоящее время, борясь с черными поясами, я никогда не буду точно знать, на кого нарвусь. Я могу оказаться в сложной битве без шансов выиграть, или получить достаточно легкую победу, практически не вспотев. Сейчас это как лотерея, и это не из-за возраста или травмы. Я могу видеть, когда даже черному поясу не хватает технического понимания. Это обычная штука, так как пояса вручаются за выслугу лет, а не за выдающиеся технические способности. И это понятно. Ну а что делать с человеком, который тренируется 10-15 лет и не может достичь следующего уровня убийственного доминирования, который раньше ожидали от Блэкбелта? Отсюда и тезис, что не все черные пояса одинаковые. Зато топовые черные пояса современности значительно круче топовых черных поясов прошлого. Все потому, что у джиу-джитсу все еще молодой вид спорта, который развивается благодаря инновациям и заимствованиям из других видов грэплинга. Из вольных, дзюдо, самбо. Так что нынешние топы в черных поясах в разы лучше топов предыдущих поколений. Это при том, что общий уровень черного пояса в мире значительно снизился. Так мы подошли к следующей теме. Значение цвета пояса. Как я уже говорил, в спарринге с черным поясом я никогда не знаю, на кого нарвусь. Некоторые синие и пурпуры представляют для меня куда большую сложность, чем некоторые черные. И неудивительно, что компетитор с фиолетовым поясом разносит черного пояса, тренирующегося в качестве хобби. Я это понял еще сам, выступая по синим поясам. Я уже тогда мог обыграть некоторых блэкбелтов, в то время как другие могли меня уничтожить, даже не вспотев. В общем, пояс просто придерживает ваши запахнутые отворота. Когда-то на турнире в 2015 году на моих глазах компетитор синий пояс раскатал черного. И, кстати, блэкбелт был достаточно хорош в БЖЖ, но и синий был великолепен. Так что вопрос в том, насколько ты развит в борьбе, независимо от цвета пояса. И это особенно актуально с увеличением количества спортсменов, тренирующихся с детства. Недавно комментировал грэпплинг-турнир, и там Пурпур, который тренируется с детства, победил двух черных поясов и завоевал чемпионский титул. Оба блэкбелта были достаточно сильны в Джу, но парень с Пурпуром их переиграл. И я нисколько не удивился, зная, что парень занимается с раннего возраста, и цвет его пояса просто не отражает его реальных навыков. А если ты тренируешься исключительно в ноу-ги, какой у тебя может быть пояс и какой уровень? И нужны ли в ноу-ги пояса вообще? Я вот знаю одного белого пояса, который тренируется уже более 15 лет. Знаний и умений у него давно на черный, но выступает он все еще по белым, так как его никто не аттестовывал в ги. Родословное поясо больше не имеет значения. Когда-то в Джу история пояса имела огромное значение, но сейчас это уже не важно. Родословная эта информация о том, кто учил тебя и кто учил твоих учителей, начиная с основателей БЖЖ. Все это не важно в настоящем времени, когда любые эффективные техники доступны каждому по одному клику мышкой. В наши дни вы легко можете овладеть совершенно иным стилем и арсеналом техник, чем ваш инструктор. Раньше линейка пояса от Карлсона Грейси означала, что у вас мощный стиль борьбы, основанный на давлении. Сейчас вы можете быть в линейке от Карлсона Грейси, при этом использовать в совершенно иной стиле арсенал, который вы переняли у онлайн-инструкторов других школ или у чемпионов новой волны с модерновыми принципами ведения схватки. Сейчас такая возможность есть почти у каждого, и особенно у каждого БЖ-практика в России, подписанного на раздел премиум от БЖ-фрикс. Вы можете тренироваться в десятой планете, известной и особенным стилем, и причудливыми техническими извращениями, но вместо того, чтобы строго придерживаться стиля Ten Planet, вы можете использовать то, чему научились из видеоинструкций Гордона Райана или Джона Данахера. А Данахер в большинстве своем использует и преподает техники, большинство из которых популяризированы еще Марселла Гарсией. При этом стиль преподавания Данахер отличается от стиля преподавания Марсела Гарсия. А в недавнем прошлом было значительно сложнее вот так легко черпать новые знания из разных источников. И понятно, что вам приходилось полагаться исключительно на технический ресурс непосредственно вашего инструктора. Но все изменилось. Также есть множество обладателей черных поясов, которые разошлись со своими учителями. И я тому пример. Я получил свой синий пояс по линии Карлсона Грейси, но перешел в зал, относящийся к линии Сильву Беринга, и получил там пурпур. Со временем я открыл свой собственный зал, а остался без инструктора. Но иногда посещал инструктора, который получил свои первые пояса по линии Карлсона Грейси, а черный пояс получил по линии Мачадо, но разорвал и с ними отношения. Поэтому, когда меня спросят об истории моего пояса, я затрудняюсь ответить, кто является моим учителем. Для меня это уже не имеет значения. Я вполне крепкий черный пояс, и я его получил от легитимного профессора. Этого достаточно. Родословная потеряла свою былую ценность, и не важно, от кого вы получили свой блэкбелт, вы либо хороши в понимании джиу-джитсу, либо нет. На ваш стиль в меньшей степени играет роль то, кто был вашим инструктором и инструктором вашего инструктора. Джиу-джитсу больше не работает в ММА так, как раньше. Изначально UFC было создано для того, чтобы продемонстрировать миру, что БЖЖ – самое эффективное боевое искусство. Но сейчас, спустя 30 лет, в UFC заметен явный спад количества джицеров. Раньше было намного проще побеждать сабмишином, так как многие бойцы или вовсе не занимались джиу и борьбой в партере, либо занимались очень мало. Но современные бойцы тренируют все аспекты. Я сам занимаюсь и ударкой, и вольно, и БЖЖ, и самбо. Сейчас однобокие бойцы почти не встречаются. Посему анти-джиу-джитсу все чаще используются в ММА, чтобы вернуть бой на ноги. А это значит, что вместо того, чтобы опускаться вниз на территорию джицера, можно просто встать в стиле Дерека Льюиса. Раньше это было мемом, но сейчас это абсолютно эффективная стратегия против джицеров. Многие адепты БЖЖ до сих пор не овладели умением сохранять бой на земле, после того, как они перешли в партер. Они пулят гард, но не могут сохранить развитие событий на полу. Бойцам из джиу-джитсу было бы разумно брать пример самбо или вольной борьбы, чтобы лучше сохранить развитие боя в партере, как только они до него доберутся. В этих стилях большое внимание уделяется техникам, не позволяющим соперникам вернуться на ноги. А в джиу-джитсу мы так привыкли, попав на землю, соглашаться оставаться внизу. Но это совсем не обязательно, если вас должным образом не контролируют. И в джиу-джитсу все более популярной стратегией становится вставание на ноги. В принципе, джицерам стоит поучиться у вольников умению контролировать соперника на земле и контролю соперника в стойке. Работа в стойке на основе принципов вольной борьбы, адаптированной к джиу, становится новым и необходимым трендом, независимо от того, выступаете ли вы по ММА на соревнованиях по джиу-джитсу или просто ролитесь в зале. Если вы также хотите улучшить свои борцовские навыки, то зайдите на сайт БЖСКОЛ онлайн и тщательно изучите новый видеокурс от Рустама Сапарбиева, прессинг и давление в стойке на ноги. Поймите то, что если будете делать все то, что я вам говорю, рисков того, что вы чего-то отдадите, нет вообще. Да-да-да-да, дави-дави-дави-дави-дави-дави. Кроме того, как защититься, он ничего не может делать. Никакой подхват, бросок, там, проход, зацепь, ничего у него не работает, потому что у него выключено крыло целое. Я продолжаю его подавливать. Вот, собственно, и все на сегодня. Сорян, если задел чьи-то чувства. Перевод и озвучка БЖФРИКС ТВ и Алексей Беляев в частности.